да уж долго он ждал своего обзора приехал смартфон ко мне почти месяц назад ну так как дичи на канале было слишком много плюс приехали бронефоны а также редми ноут 7 я решил отложить его на будущее и сегодня это будущее настало ну что дикий гомик возвращается если вы мой зритель со стажем то сто процентов помните смартфон go me k1 это был прикольный металлический компакт который сумел вызвать большой к себе интерес сегодня продолжение истории модель ю7 от этого же бренда не путать с ю7 мини который меня не заинтересовал абсолютно да название у бренда стрёмное для наших ушей читается go me но вы же понимаете в русскоязычной среде шуточная погоняла ему было обеспечено гомик впрочем вся эта игра слов китайцев не интересует потому что бренд ориентирован исключительно на китай и в поднебесной он далеко не ноунейм но в наших краях это конечно же самая настоящая дичь сразу скажу о цене на алиэкспресс за него хотят почти соточку зелени но это тот случай когда на других китайских площадках дешевле например banggood просит за него около 90 баксов но цены могут плавать ссылки на разные магазины под видео в любом случае ценник не кусачий такой народный доступны практически всем впрочем именно за это мы с вами и любим подобную дичь в комплекте у нас очень маленькая но зато 2 амперная зарядка кабель юсб си прозрачный чехол из силикона ключик для лотка и уже привычная нам сопля переходник с юсб си на аудио джек то есть своего джека смартфон к сожалению не имеет я заказал синий вариант есть еще и черный как вы знаете я сейчас пользуюсь redmi note 7 и go me u7 чем-то его даже напоминает тоже стекло сзади пусть и без градиента и размеры у них весьма схожие но дикарь на пару миллиметров длиннее но если у сяоми торцы пластиковые то у нашего гомика они сделаны из металла причем торцы здесь имеют продольное рифление из-за чего you 7 не так классно лежит в руке как ноут 7 но есть и плюс you 7 менее скользкий кнопка питания также с рифлением рядом с ней отдельные кнопочки настройки громкости все это дело на правом торце а с противоположной стороны специальная кнопка для разблокировки по радужке глаза даю 7 как и модель к 1 умеет узнавать своего хозяина по глазам данная функция встречается не часто в смартфонах сканер радужки находится над экраном справа в целом то конечно работает но частенько бывают задержки причем критичные так что это не лучший метод разблокировки также над экраном имеется светодиод индикации и сразу две фронталки и конечно вы уже обратили внимание на то что верхняя и нижняя рамки здесь мягко говоря не в тренде они широкие сантиметровые основная камера одиночная объектив на миллиметр возвышается над стеклом сканер отпечатков чуть ниже он почти не утоплен в корпус и из-за этого не сразу нащупывается пальцем срабатывает сканер не очень-то и шустро вальяжно лениво зажигает экран а вот точность у него хорошая динамик один он на нижнем торце справа от порта usbc звучит он ну как бы это сказать адекватно в общем звучит не супер но и неплохо запас громкости средний ну и раз уж я затронул звук скажу что через наушники тоже все стандартно после redmi note 7 конечно же не хватает громкости но тут еще может сказываться наличие переходника между смартфоном и наушниками а так нормально дисплей 6-дюймовый 18 к 9 full hd плюс естественно это и ps матрица что касается ее качество то после более дорогих смартфонов цвета показались бледноватыми немного им не хватает сока но опять же это замечание на уровне придирок избалованного пользователя за 90 зеленых экран я могу назвать приличным тут и мультитач на 10 касаний с хорошей отзывчивостью и стекло с олеофобным покрытием и запас яркости достаточной а поиграть с настройками изображения можно с помощью функции мира vision ну а что же у нас внутри что мы получаем за такие небольшие деньги а получаем мы не так уж и мало helio p25 и в данном случае меня мало волнует кто и как относится к чипам от mediatek я скажу твердо и уверенно за 90 долларов процессор отличный просто песня и вдогонку приправим все это дело щедрыми гигабайтами памяти накопитель на 64 плюс 4 гига оперативы весьма быстрой оперативной памяти lpddr4x с максимальной частотой 1600 мегагерц чё еще желать стоит ли говорить что такого железа просто за глаза для бюджетного смартфона да и в игрушке вы сможете на нем погонять я без проблем рубился в папк мобайл на настройка графики баланс более высокие настройки не позволяет выставить сама игра но мы то с вами уже опытные покупатели подобной дичи и все мы знаем что дикари обладая приличным железом зачастую имеют программные недоработки здесь они тоже есть но исключительно по мелочам дело в том что эти смартфоны перед отправкой за пределы китая перепрошиваются на мультиязычный кастом который конечно же не будет обновляться по воздуху а вот родная китайская прошивка содержит лишь два языка английский и китайский и у нее более широкий функционал но к вам смартфон приедет именно на мультиязычном кастами который визуально очень напоминает чистый android который тут кстати 7 версии родная звонилка после синхронизации контактов может вылетать если ваши контакты содержат точки тире и другие не буквенные символы лечится установкой другой звонилки или приведением контактов в нормальный вид все google сервисы на месте но нет галереи так что устанавливаем любую галерею из маркета самостоятельно или пользуемся встроенной программой google фото некоторые пользователи отмечают что сканер отпечатков может крепко засыпать и не реагировать на касание не исключаю что это тоже программный баг но я его так и не выявил у меня сканер срабатывал всегда остальные неудобства связаны с самим чистым android который не дает возможности настраивать на экранные кнопки нет отображения процентов батареи в строке уведомлений ну и в принципе все ничего смертельного если имеется желание посмотреть на родную китайскую прошивку пожалуйста она уже выложена на форуме for pda в теме с обсуждением go me u7 и там же вы найдете патч который сделает модуль nfc да да он здесь есть полнофункциональным просто без этого патча вы не сможете оплачивать товары через google pay но сможете юзать другие платежные системы типа яндекс деньги киви тиньков и так далее с работой звонилки смартфон справляется все хорошо слышно были опасения по частотам 4g но и тут порядок есть и 3 и 7 бэнды 20 конечно нет но это не столь критично кстати я же так и не показал вам лоток он тут комбинированный и так как памяти много можно смело ставить две сим карты при необходимости модуль навигации стартует быстро но удивил отсутствием поддержки спутников глонас так что позиционируется на местности смартфон только по gps и вот так выглядит набор встроенных сенсоров среди которых нашлось место и гироскопу плюс двухдиапазонный вайфай в нагрузку и fm радио прицепом камера 13 мегапиксельная старый добрый сенсор sony amx 258 апертура объектива f2.0 отмечу что интерфейс камеры простейший на большой выбор настроек съемки рассчитывать не приходится эта камера очень любит свет и при хорошем освещении позволяет добиться вполне приличных результатов примеры снимков на вашем экране если будет желание оценить кадры более детально добро пожаловать в описании этого видео где я оставил ссылку на исходники ну а это примерчик при слабом освещении и как видите здесь уже проявляется бюджетная сущность смартфона и не забудем о бессмертном шампуне с миньонами пример работы вспышки в полной темноте вспышка кстати немного пересвечивает кадр видео режим удивил меня дважды во первых поддержкой съемки в разрешении 4к во вторых наличием электронной стабилизации которая почему-то до сих пор встречается в меньшинстве смартфонов но здесь она есть и это very good смотрите примеры и звук тоже обязательно дам вам послушать так друзья слушаем как записывает наш гомик звук 1 2 3 4 5 и как обычно не забудем включить музычку двойная 13 мегапиксельная фронталка нужно якобы для фотографий с имитации размытия фона но режим стерео а именно так он здесь называется не умеет нормально размывать фон снимки с размытием получаются ну просто ужасные а вот обычные сэлфи очень даже смотрибельные так что размытие включать не советую классной автономностью к сожалению смартфон похвастать не может емкость батареи скромные 3050 миллиампер часов в режиме просмотра видео онлайн гумию 7 продержался 9 часов но это в качестве 720p также я провел тест при просмотре видео 1080p и получил около 8 часов работы за один час в играх уходит 25 процентов заряда за ночь в режиме ожидания теряем 56 процентов и все эти цифры говорят о том что автономность тут так себе но если пользоваться не очень активно то пойдет и вот еще какой момент я заметил наблюдается так называемый эффект последнего процента и что это значит то есть когда оставался один процент смартфон крутил видео на этом проценте минут 40 это говорит о неравномерном отображении расхода заряда то же самое касается и зарядки индикатор показывал 99 процентов через полтора часа но после этого процесс зарядки длился еще минут 30 опять же некорректное отображение уровня заряда так что не спешите отключать его от розетки дайте ему зарядиться полностью да не без минусов да есть к чему придраться но как обычно имеющиеся недостатки компенсирует цена может это и не самая топовая дичь которая у меня была но смартфон в целом оставляет позитивные впечатления если положить на одну чашу весов гумию 7 она другую потраченные на него деньги то весы перевешивают сторону смартфона свои деньги он точно отбивает ну а название ну тут уж ничего не поделать как говорится не имя красит смартфон а смартфон имя вот такое утешение я придумал ладно ребят всем пока